Ну сейчас немного международных новостей. Итак, суд Стамбула выдал ордер на арест проповедника Гюлена, которого считают главным организатором попытки военного переворота в Турции. Следующий шаг – запрос на экстрадицию богослова, который живет в США. Анкара считает, что Гюлен не остановится и может снова попробовать свергнуть власть. Эрдоган пригрозил ликвидировать Хизмет, именно так называется организация Фетхулаха Гюлена. Без сомнения, организация Фетхулаха Гюлена опустила корни глубоко в сферу бизнеса, а в этом их самая большая и единственная сила, потому что есть правило. Один проект не будет успешным без финансирования. Обязательно порвем все связи предпринимателей с этой организацией. Появились новые подробности военного переворота в Турции. Мстежные военные хотели сбить самолет президента Эрдогана. Но истребителю Ф-16 не хватило топлива, сообщает газета Енис Афак. Военные захватили несколько самолетов ФВС в Турции, и один из них собирались использовать для атаки на президентский борт. Его хотели сбить во время перелета турецкого лидера из Стамбула, Стамбул из Даламана. Куда президент Турции прилетел с отдыха в Армурисе. Командир лояльного Эрдогана военного гарнизона в Даламане готовил посадку борта номер один в условиях чрезвычайных мер безопасности. Самолет Эрдогана получил код, как обычный гражданский самолет авиакомпании Turkish Airlines. Полчаса Эрдоган кружил в районе города Бандерман над Мраморным морем, но все закончилось благополучно. Мятежный Ф-16 просто не долетел до президента. И запустить ракету воздух-воздух не смог. Субтитры создавал DimaTorzok